Здравствуйте! Сегодня наше литературное мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Алексеевича Мунина, первого из русских писателей, удостойного Нобелевской премии в 1933 году. Хотелось бы вспомнить о творческом пути этого талантливого и в то же время непростого писателя, столь много внесшего в сокровищницу русской литературы. Будущий писатель родился в 1870 году в Воронеже. Детство его прошло в имении отца Бутырки в Орловской губернии в средней полосы России. Бунин гордился тем, что происходил из старинного дворянского рода, давшего России немаловидных деятелей, как на поприще государственной службы, так и в области искусства. Среди его предков известный поэт Жуковский, друг Пушкина. Первое стихотворение Бунин написал в возрасте 8 лет. В 16 лет появилась его первая публикация в печати. А в 18 лет, покинув обнищавшее имение, по словам матери, с одним крестом на груди, он начинает добывать хлеб литературным трудом. Стихи сборника, которые он сочинил в 20 лет, во многом были, правда, еще несовершенны. Признания известности молодому поэту они не принесли. Но здесь обозначилась одна вызывающая к себе тема – это тема природы, и Бунин останется верен ей в последующие годы. Постепенно Бунин вырабатывает свой собственный стиль в русле прочих классических традиций. Он становится признанным поэтом, достигнув мастерства прежде всего в пейзажной лирике, потому что его поэзия имеет прочную основу – усадебную, полевую и лесную флору Орловщины, родной поэту среднерусской полосы. Одновременно со стихами Бунин писал также и рассказы. Он знал и любил русскую деревню. Основные мотивы Бунинской лирики – это Россия, ее природа и судьба, христианский дух земли русской, национальный характер, загадка русской души, человек и мироздание, любовь и тайны бытия, вечные проблемы жизни и смерти, воплощались в его прозе. Бунин воспринимал Россию как икону. Наверное, во многом поэтому русский писатель не смог принять ни февральскую, ни октябрьскую революцию 1917 года, что в конце концов приведет его по миграции. Бунин видит, что сущность незаконной власти остается неизменной, страдая душой России, над которой то и дело сгущаются смутные времена. Писатель с возмущением говорит о разлагающем влиянии неправедной власти большевиков на душу человека, о преднамеренном осквернении ими людей. По мнению Ивана Алексеевича, противодействие сатанинским силам, устремившимся погубить Россию, может быть найдено только в Боге, в служении ему молитвой, словом и делом. Церковная красота, церковное пение, по признанию писателя, трогали его необыкновенно, вызывали чувство легкости, молодости. Облегчение душевной муки находил Бунин в православном храме. Несмотря на жизненную философию Бунина, стремящуюся к православию, в творчестве этого великого русского писателя есть определенные настроения, которые можно назвать некой смысловой сложностью прочтения. Находясь в эмиграции, писатель словно усугубляет свое изгнанничество постоянными путешествиями с китаниями по миру. Здесь, по признанию самого писателя, видится и желание познать красоту и глубину мира. И в то же время, это бег от самого себя, от внутренней боли пережитого. Так, путешествия Бунина в Турцию и другие ближневосточные страны очень органично вписываются в традицию паломнических христианских текстов, восходящих игумену Даниилу. Свой опыт такого духовного путешествия Бунина пишет в его цикле произведений под названием «Тень птицы». Но путешествие Бунина романтическое. Евангелие в нем присутствует скорее в качестве фольклорных элементов. Христианская тема в повествовании не является солирующей. Она фоновая. Она существует наравне с импрессионистским пейзажем или, например, натюрмортом городского базара. Но, наверное, самым противоречивым и неоднозначным элементом творчества Бунина можно назвать глубоко пронизанный неоднозначностью Серебряного века цикл под названием «Темные аллеи». Конечно, здесь может возникнуть сомнение, насколько вообще правомочно приписывать этот цикл к периоду Серебряного века. Ведь большая часть новелл написана Буниным в эмиграции незадолго до начала Второй мировой войны. Действительно, в «Темных аллеях» Бунин много размышляет о тайнах любви. Любовь и ее проявления — это едва ли не ключевая тематика цикла. Любовь у Бунина предстает как высшее воплощение и проявление жизни, смысл, цель, содержание человеческого существования на Земле. Но с какой бы точки зрения Бунин ни писал о любви, христианской или языческой, повествование он направляет по определенной схеме, неизменно оканчивающейся трагедией. Это объясняется во многом тем, что трагические финалы являются следствием философских взглядов Бунина. Будучи сыном Серебряного века и понимая все его заблуждения и ошибки, Бунин не преодолел в себе это искушение своей эпохи, но пытался примирить два совершенных разных мира — мир Христа и Православной Церкви с одной стороны, и мир поэтического оккультизма начала XX века с другой. Нам надо всегда это помнить, чтобы не заблудиться в некоторых творческих изгибах гуменских произведений. Но несмотря на всю противоречивость творчества, Бунина, он как писатель, рожденный с русской душой, до конца дней своих оставался верен русскому слову, русскому духу и в целом православной вере, и в жизни, и в литературе, несмотря на то, что более трех десятилетий он провел за границей, Бунин внутренне не примирился с жизнью без духовного, холодного, расчетливого Запада, жил только Россией, дышал ею, думал и писал о ней. Проявляя человеческую отзывчивость, духом он постигал, что основное дело русского писателя-патриота – это прославление своей Родины, своего народа, своей веры, исполнение писательского и человеческого предназначения в свете высшей истины, заповеди Евангелия. Таков завершающий аккорд творческого пути выдающегося русского художника-слова Ивана Алексеевича Бунина. И в завершении нашего мероприятия хотелось бы прочитать стихотворение Ивана Алексеевича. «Мир бездна бездна, и каждый атом в нем проникнут Богом, жизнью, красотою, живя и умирая, мы живем единою, всемирною душою». Спасибо за внимание.